Теперь пловцов в Пермском политехе будет больше, уверен мастер спорта по плаванию и студент ПНИПУ Дмитрий Мартын. По его словам, желающих ходить в бассейн было много, а вот возможность появилась только сейчас, с открытием нового ФОКа на комплексе ПНИПУ. Студенты давно хотели заниматься именно плаванием, потому что это очень хороший вид спорта, оздоровительный. И посещение бассейна 2-3 дня в неделю будет очень хорошо влиять на их здоровье. В том, что шаговая доступность спортивных объектов – один из ключевых факторов развития массового спорта в Перекамье, уверены и депутаты. Очень важно, что им могут пользоваться многие в шаговой доступности и посвящать больше времени занятиям физкультуры и спорта. В 2015 году ПНИПУ включен в программу «Бассейны для вузов». В ноябре 2019 года начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, которое завершено в июне 2021 года. ПНИПУ – единственный в крае вуз, построивший бассейн по программе «Бассейны для вузов». В процессе строительства применены новейшие разработки и уникальные технологии водоподготовки. Абсолютно все датчики, все оборудование, все под контролем, все автоматика. Можно также управлять с рабочего места, можно здесь, контроль 24 часа. В ключевом момент у нас присутствует озонирование воды. Уникальность этого бассейна также заключается в том, что вода здесь в чаше артезианская, и она настолько чистая, что в принципе ее можно пить. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в открытии и осмотрел здание нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Правительство края уделяет особое внимание теме развития и поддержки молодежи в Прикамье. Здесь и сейчас должны быть созданы возможности для развития и самореализации, включая активное развитие спортивной инфраструктуры. Совместно с ректором университета Дмитрий Николаевич обсудил и развитие кампуса ПНИПО, как технополиса города Перми и пространства инновационного развития региона. Планы серьезные, поддержка со стороны администрации края будет получена. Давайте формулируйте на наблюдательном свете, я уже более в основном поручении. Да, 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 да. Давайте, да. Хорошо? Хорошо. Приоритетом на ближайшие 10 лет является развитие микрорайона, как современного технополиса и пространства инновационного развития региона, в котором объединяются научно-исследовательская деятельность, наукоемкое производство и подготовка инженерных кадров. Егор Тверетинов, Евгений Загрядский, телекомпания «Ветта».